Надя все ок. Ничего в ней не ок. У Надюшки. Да, я? У свинюшки. У Надюшки, у свинюшки. У Танюшки. Марта, улочка. Надюшку, что-то ничего не надо. Мам, как все варит. Чего там? Все, огонь. Здесь оставалось пришло. Они уже не вкусные. Танюш, сегодня не на рифме. Да. Гипс сняли. Как это, как будто с ней. Привет, Крым. Привет, привет, Алексей Матвичок. Привет вам тоже, Крым. Надюшка, рецепт кексов. Стараюсь. Отлично. Ох уж, это бытовуха, готовка, уборка. Да нет, что здесь готовка? Когда она готовилась в последний раз? Я в основном готовлю. Да, да, да. Папа, а как надо держать палочки? Я не знаю, Танюш. Я ни разу не ел китайскими палочками ничего. Вот. Нет. Нет. Я спробую. Вилка, вилка, самый нормальный инструмент. Нет. Все, бабушка, на оладушке что-то съел уже? Нет, не я. Мамка в обед приходила, съела, вот, говорит, одену Танюшке оставил. О, все научились. Вот, видишь, ты можешь теперь палочками есть. А ты что, не можешь? Конечно, не могу. Научились. Зачем? У меня вилки есть. Я с собой вилки машу в кармане. Вот вы готовили быть. Иришка, сегодня, наверное, ничего не будем готовить. Итак, все наготовлено, вы куда еще? Сегодня готовить... Ой, ты знаешь, что? Нечего. А завтра, Светлый, будешь чем ребенка кормить? Завтра? Да. Завтра я что буду делать, чем ребенка кормить завтра? Да. Большого. Для меня. Большого? Да. И меня, и Лешку. Пряниками, вот, с шоколадом. Да? Да, и коктейль молочный. Ладно. Картоху пожарьте. Надежь. А то вкусно, когда только она жарит. Пожарит. А она не вкусно, когда постоянно. Ну да, она до завтра будет уже. Завтра такая. Не то. Надо что-то другое придумать. Мы, бывает, тоже на ужин. Или творог поедим. Что-то легкое. Или чай просто. Куда такие здоровые взяла груши-то? А я тоже. В основном чай пьем. Да, 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 да. Перед сном. Ага. Натеса в три ночи еще встану, пожалуйста. Да ты уж все, говори, все, как есть. Привет из республики Саха-Якутия. Интересный канал. Привет, привет, Диби. Но я, в отличие от тебя, ночью не встаю, не ем. Ну да, да, да. А если, как говорят, если тебе стыдно, вали на другого. Да, да, да. Чего покраснел? Ну там уж стыдно. Не красней. Там уж стыдно. Говори так, как оно есть. А по утрам обычно, что завтракать? Я не люблю завтракать. Жена щи ест. Салат. Ну и нога, бывает, еще и чего. Сын борща. Дочка пельменей варит. У вас все время разные кухни. Ваша какая. Наташа, вот это наша кухня. А та с цветочками тещина. У меня родственник каждое утро яйца жареные. Да не, яйца с ума сойдешь есть. Почему Лешка есть и яйца из-под Адюшки? Каждое утро. Но они не каждое утро не едят. Ну каждое утро, то если каждый день пьяньте жареные, если с ума сойдешь, правильно? Да меня кукарекать начнешь, да, еще скажи? Да, еще не можешь. А что нет-то? Я смотрю, все кукарекают ходят. Младежка так салатики, может кашку и съесть. Овсяную. На завтрак. Что еще? Чай, бутерброды. Я не ем никогда на завтрак. Ничего мне не ем. Ну ж не ври. Чего не ври? Как борща навалишь. Два ковша. Ну если я просыпаюсь в обед, конечно. Если я в обед просыпаюсь, конечно, борща навалю. Во, успокоилась с кухней, а то думаю, буржуи. Нет, это у тещи с цветками. С этими, какие там цветы у них? Орхидеи. Орхидеи. Я их либо перевариваю, либо не добавлю. Нет, смотри, я видел, как Женек делает, как, короче, только закипать начинает. Он, раз, бух, секундомер на 10 минут ставит. А потом сразу... Да, или сейчас я, бух, 10 минут буду ставить. Сейчас, секундомер, ковылкина рулит, алекс. Вилла, вилла, привет, привет. Мода на ковылкина, точно. С днем рождения, Алексей, здоровья, счастья, уколучия, успехов, учебе, радоваться родить. Спасибо, Ольга Никульшина, спасибо большое. Закипели и ровно одна минута. А, одна минута, это 60 секунд. Ржу, не могу. Иришка вот ржет, ржет. Короче, окажется, одну минуту, а я 10 минут. За 10 минут она, наверное, уже... Секунд. Даже секунд они не сварятся. Нет, одна минута, говорит, закипели и ровно одну минуту. Кипят и все, сделай, пожалуйста. Давай попробуем. Ну, я хочу ложку есть, как корольник. Когда ты мне под яичник купишь. Дочка, он же поет, да, что-то поет, она всегда поет. Елена Ивановна, спасибо большое. Это под яичник. А как он называется? А как он называется? Ребята, как он называется? Яйца не успех подливать жизнь. Да, точно. Только в холодную воду закладывать яйца. Потом, ну и понял. Ребята, как называется вот это вот? Короли ели. Яйцо ложили туда, разбивали и ложечки. Под яичник? Яйца держать? Пошла тема яйца. Какой же дети любят, папа. Ну-ка, дай я сейчас поставлю варить. Сядь. Всем привет с Воронежа. Привет. Ты что поешь, Даша? Всем привет. Какое ваше любимое блюдо, Андрей? Андрея, а на какое ваше любимое блюдо? Котлеты. Котлеты. И лапша. Уже скулы стали с вами угорать. Их надо помыть. Я знаю, что яйца надо помыть. Я тебе еще до этого сказал. Яйца грязные, в холодильник не ложи их. Мыть надо прежде, чем положу. Ну вот треснется яйцо, а потом будет в этих вот этих вот этих хрених. Каких? Не будет. Знаете, что готовите детям? Что просит? Что просит, то готовим. У нас тоже плохо едет. Очень плохо. А что-то есть, где такие яйца взяла? Какие дети, перепелиные. Крикуры болели. Чего это за яйцо? Какого? Пятерочки. Пятерочки. Белок надо есть. Уберешь птицу в уголь. Андрей, походу, яйца пошла. Ага. Да где яйца? Такие яйца сейчас не несу. Да это маленькие, молотки какие-то несут. И молотки, это больные, кур пуберкулезные какие-то. Чего не говоришь-то? Вот. Не дождался от любимой. Не. Я говорю, сейчас чуть-чуть отдохну и все сделаю. Не вредь, мне такого не говорил. Я тебе сказала, говорю. Сейчас отдохну и буду готовить. А что ты говорю, готовить? Не знаю, что-нибудь. Ну, примерно. Что-нибудь съестное. Поэтому вот так. Мы можем муку поесть. Вечерный смоку. Я сейчас тебя что-нибудь запущу. Здоровья, счастья, успехов, Бог получит. Процветания мой и всей вашей семье. Спасибо большое. Омлет любите? Амлет я люблю. Андрей любит. Омлет я люблю. Я всегда готовлю с молочком. А я только сейчас омлет себе делала. Воду солить надо, да? Посоли. Немножко. Чтобы они не лопнули. Это за это солят? А я думаю, зачем воду солят? Все равно яйца в скромбе. Как они солеными будут? Так уж за это. А чтобы не лопались? Да. А если яйцо сварить в молоке, что будет с ним? Как сыр будет. Молоко свернется и будет как сыр. Андрей шеф-повар, я такой. Кто шеф-повар? Андрей-ка шеф-повар. Кто шеф-повар? Андрей-ка шеф-повар. Держи божественную улыбку. Убайся, смех у тебя как речка льется. Обожаю твой смех. Спасибо большое. Привет из Москвы. Замечательный пар. Так приятно на вас смотреть. Спасибо большое. Что-то у меня сегодня голова болит. Не могу. Все весь день. Какая-то апатия ко всему. Да, наверное, от молодых курочек есть. Поэтому маленькие. Мне сегодня дали домашние яйца. Они тоже маленькие. Курочки молоденькие. Да. Без толчан. Ему объясняешь, а он смеется. Так что вот так. Как-то так. Как вы познакомились с Андреем? В пиццерии. Мы познакомились в пиццерии. Магнитная буря до 28-го. Скорее всего. Вообще капец. У меня тоже целый день апатии. Голова как ватная. Угу. На еду указываем. Помогает от головной боли. Да нет у нас таких процедур. Мы с дочей ходим. Я бы тоже пошла бы. У нас даже, блин, мне кажется, записаться на массаж некуда. Нормальный. Чтобы нормальный сделать. Татьяна, ты что хочешь? Я потом уберу. Не надо. Я потом сама уберу. Татьяна. Татьяна, ты помнишь, ты еще не везешь. Нет. Короче, вот так. В Беларуси привет. Были у нас? Нет. В Беларуси... Да уже выпила цитрамон. И... Какой-то еще таблетки мне давали. Давали. Помогает точно. Цитрамон пила. Цитрамон. Тимбалгин. Еще какой-то. И ничего не помогает. Прямо вот здесь в песке. Отпуск нет. Отпуск нам только снеется. Нет. Я хочу в этом году отпуск взять, чтобы... Чтобы ребенка водить в первый класс. Здоровья, здоровья, сыночки. Ребят, спасибо большое. Это что, в холодильнике? Давление, наверное... Да. А нет. Бери. У меня два дня голова болит. Давление низкое упало. На башку давит. Надето, может быть, на погоду голова болит. Мне тоже так бывает. Нет. У меня давление само по себе низкое. Рабочее. Девяносто на шестьдесят, это моя норма. Да это вот она ела, вот эту печешку и раскрошила. Наоборот, если только повыше, она будет болеть. Сто двадцать на восемьдесят у меня болит уже. Да. Либо это. О, закипел. Что, минуту дай ждать? Да. Сорок пять минут. Сорок шесть будет выключать. Кем вы работаете? Я работаю в отделе кадров. В отделе кадров. Ты как в этом в Любовь и Голуби? Я работаю в отделе кадров. Да, вегетососудистая, может быть. Я поняла. И сразу в холодную воду, да? Да. А ты сколько варишь? Ты сказал, сорок шесть будет. Сорок шесть, выключай. А, а что ж ты молчишь? У меня теперь на это надо. Яйца держать. Яйца держать. Сколько сварил, говорю. А, раз. One, two, three, four, five, Finks. Шесть. Finks, вот и Finks. Здравствуйте, привет вам. О, гордость водой. Это работа в отделе кадров. У меня, брат, отрезали ногу. Приколистый. А почему у вас отрезали ногу? Здравствуйте, любимая. Смотрите, семья здоровья. И вам и вашей семье привет из Кыргызстана. И вам привет из Кыргызстана. Моя дочь в девятом классе с везетом закончила. Мук-бан-блок. На пятом классе. Умничка. Умничка. А у нас Лёшка обленился. У него три четверки, остальные пятерки. Но для мальчика пойдет. Громко так не говорят. Он так и будет. Привет из города Сызрань. О, Сызрань, привет. Любовь. Я работал в Сызране в Октябрьске. В Балашейке работал в этом, как он называется, овраг, овраг. В овраге-то. В овраге. Как называется это, овраг? Андрей, поделай массаж, Женя. А я делаю. Реже. Головы. Андрей, я зашла с ума, я зашла с ума. Сейчас он у тебя получит. И что ты сделал? Что? Красивый. Ты даже на волосы тебя постричь. На волосы постричь. Ты будешь симпатичкой. Лысая моя симпатичка. Как вам помочь, куда-то скинуть денежку. Какую? А там в описании, под видео. Я врачу с телефона и не дает мне обморочек. Алеш. Так, пошли разбираться. Сейчас приду массаж. Леш, ты на телефоне как-то даёшь. А, иди там, смотри. Ну, антистресс или мурашка. Да ладно, пройдёт. Сейчас чуть-чуть отдохну и пройдёт. Спасибо. В общем, это лакота. Что-то погода меняется. Сегодня дождик был с утра прям утром. Надя, береги Андрюшу, я его люблю. Я раньше жила в Рязанской области. Кадом. Кадом. Это Кадом? Что такое Кадом? Кадом. Я раньше жила в Рязанской области. Кадом. Кадом. Ну, наверное, посёлок в Рязанской области. Я там не знаю. А, иди Андрюшу, я его люблю. Как он быстро спрочитал. Видимо, сажёры до головы. Чего я, Алёша. Надеж, добрый вечер. Эта мигрень, скорее всего, тоже страдает. Я никакие таблетки не помогают. Алёша. Я Алёша. Привет из Нильного Кажет. С днём рождения сына. Крепкого здоровья и огромного счастья. Пусть все его мечты будут согласны. Привет из Нильного Кажетов. Глинчиков нафаршируйте. Зафаршируем. Сейчас что-нибудь сваргань. Сейчас что-нибудь сделаю. Мне надо просто, наверное, минут 20 просто полежать. Сейчас я тебе массаж делаю. Привет вашей семье из Омска. Галина вам тоже привет. Галина, привет. Это хорошо, когда лежишь и так делают массаж. Ты такая... Давай не наглей, ты лежишь. Ты сидишь нормально. Ну, я же не в расслабоне. Главное, не захрапивайся. Нет, перец фаршированный у нас никто не ест. А я после того, как это вкус теряла, я вообще ничего не понимаю. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Всё, иди, я такой не люблю. Ехал, поезд, опоздал. Из последнего вагоншка. Мы очень пожелаем вам всего доброго. Город Белгород. Привет из города Сочи. А голубцы? Глубцы я делаю, они не едят. А Лёшка же хочешь ест? Нет, он в последнее время тоже не ест. Да? Капусту мы не едим. Приветики из Нижнего Новогорода. Я голубцы, даже если где-то в гостях ем, я всегда капусту открываю. Мясо съедаю, и всё, капуста не трогаю. Сейчас что-нибудь придумаю. Там есть отбивные. Наталья, Нижний Новгород, обнимаю. Антон, Элика, здравствуй, добрый вечер, хорошего вечера, отличное настроение. Всем здоровья, спокойной ночи всем. Спокойной ночи, Ирина. Иришка, сладкий сон. Надя, когда он, Андрей, днюха? Ой, 13 июня. У нас почти 11 часов. Офигеть. Я уж в это время сплю. Десятый сон вижу. Восемь часов. Андрей, вы меня массажу научите. Вячеслав Стефанов. Да, я ем голубцы. Леха, голубцы ест. Ого, у меня тоже 13 июня. 45 будет круто. Вот у Иришки, видишь? 45. Ягодка опять. Где дочь упала? В садике. Приятного аппетита. Спасибо. Самая лучшая еда, картошечка с курицей? Да. Это точно. Из гречи. Такая закрута. Пробегай. А уж что, все? Она уж да. В трусах бегает. А у меня что, в феврале, день рождения будет? Вы водолей? Или не водолей? Водолей, водолей, водолей. А эти близнецы и близняки? А у меня была еще вода? Была. А зачем она значит водолей? Андрей, как юбилей справлять будешь? А какой у него юбилей? У меня не юбилей, мне будет 42. Водолей, да. Иришка, мне будет 42. Мне 45. У меня так вкусно пахнешь. Это от моего массажа. Я так и знаю. Сегодня, ребята, собрался там с документами, пошел в налоговую, туда-сюда. Это взяла меня своей туалетной водой напшипал. Представляете? Я хожу от меня. Андрей, вам-то вода нужен? Я сам как-то мада. Ой, ей захотел. Нас мама водолей. Я думала, Андрей, вам взять нужен. Ой, девочки, мы с вами еще молоденькие. Они на магниты бурю уже реагируют. Теперь я могу пить в рюмке водки на столе. А мне 13, наверное, 145. Как вот ее вырезать? Теперь будет нарушение авторских прав. Мегафон этот или кто? Сбербанк звонит. Сбербанк. Андрей, я хорошая команда. Я могу спеть в рюмке водки на столе. Андрей, мой муж переругался с теткой. Что делать? Мириться. Мириться? Только мириться. Ура, ура. Рада видеть. Давно не попадала на прямой эфир. Блин, с таким запахом никто не подойдет. Дам отбивай. Матя, сколько вам лет? Сколько дадите? Ей, 36. Молода. Красива. Обаятельна. Привлекательна. Он уже трясет ее. Ты что, блин, с ума сошел? Так, кошмар. Обаятельная привлекательная. Спасибо, Вячеслав. Хорошего пора счастья ее вам. Счастья вам огромное. Спасибо, Иришка Ханина. Андрей, он не хочет на отрез. Я спать буду. А с чьей теткой ты поругался? С вашей или со своей? Надюшу, смотрю на вас. Вы просто купаетесь в счастье. 18 он и дох. 18 мне тысячу лет давали. Не представляете? Даже сигарет не давали. С моей, Еришка, пишите. Ну, ищите причину. Все, ищем, ругался. Да в этом нет ничего плохого. Андрей, Надей, а вы любите певец Александр Брянцев? Это кто такой? Александр Брянцев певец с кругом пел. С Ириной Круппе. Вот этот, похожий голос. Букет из белых роз? Букет из белых роз он с этим пел. Какого? Да ты что, Пукет из белых роз? Ну, он с этим пел какого? Кузьмин, что ли? С Кузьминым, какого? С каким? Хорошо, разоминаете, что я, чтобы снять спадьму. 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 Спадьму, да? Спадьму. Марина Калупина знает толк. Таллика. Виктор Королёв, да, он пел Пукет из белых роз. А, в отношении их всегда виноват оба. Жена и тёща, как говорит мой муж. А у комментатора жена и тётка. Андрей, я кота так в голову нюхла. Куда бодается. Куда бодается. Если жена не смогла сохранить отношения, то её винить не стоит. Виноваты вытаскивать её оба. Жена и тёща. И в леса дна. А вы, как Виктор Королёв. И, наверное, как Ирин Круг, да, как красивая семья. Спасибо большое. Куда бодается. Короче, не надо в лес идти. По дровам. До 13 июня ещё долго. Всё наладится. Ну, с новой работой. А чё-то интернет не ловит. Андрей, вы как? Желаю счастья в отличную пару. Это у тебя шур стал? Да. 1 июня, день детей. День детей, не выходной. День детей. Он, день детей. Сколько, сынок, помнишь, 14? Спасибо, Нали. Сахалин. Сахалин. Помиритесь. И будет всё классно. День рождения – это такой праздник, на который он не может обижаться. Ни на кого. Я опять зашла. Я опять зашла. Здравствуйте. И снова здравствуйте. Так что вот такая вот вечеринка будет у вас с вашим мужем. Что-то у нас с интернетом творится неполадки какие-то. Андрей и Надя, всем и всем пока. До новых встреч. Всем пока. Хорошего настроения. Спасибо большое, Вячеслав. Вам того же. Всего самого доброго. Хочется грозы и грома. А её нету. Шум брат. Шум брата, да, колгом, ялгат. Надя, какую музыку слушаешь? Любишь? Я, да всякую, я люблю спокойно. У нас двое детей. Здравствуйте. Вы отличная семья. Поздравляю ваших сынов с днём рождения. Спасибо большое. Спасибо большое. Нежеста, Вячеслав. Сыну пришло вовремя. Паспорт. Да. Ходил, узнавал, что нужно. Теперь на следующей неделе, наверное, сдадим на паспорт. Что за подарок получил. Мы ему телефон купили. Потому что у него телефон сломался. Вот. Купили телефон. Вы классные. Спасибо вам за вашу любовь смотреть вас. Люблю. Спасибо большое. Надюши нос чешется к выпивке. Не, а у меня всегда к новостям. А же 13.06 будет эфир? Будет. Сейчас. А что у нас 13 будет? День рождения моё. Да я поняла, когда будет. День недели. Если вам не хватает дождя и грозы, приходите. У нас целый день дождь и гроза. Спасибо, Светла. Надюши, сестерёнка похожа. У две сестры. Да, у меня две сестры. И они все похожи. Может быть, к новостям. Может быть, к выпивке тешется нос у кого как. Вот у меня обычно к новостям. А вы с мамой в одном городе живёте? Да. Да, Любовь. Любава. Люба-любонька. Целую тебя в голове. Здорово. Паспорт поздравляю. Сына, с днём рождения. Удачи хороших, настоящих друзей. Спасибо большое, Светлана. Да. Вот теперь на следующей неделе сдадим. Получим паспорт. Но на свои 14-е не вылечит. Тыц-тыц. Холодильник. Тыц-тыц. Блин, 45. 45 только жизнь начинается. Ирина. Смотрели фильм? Москва слезам не верит. Чё ты? Водички? Там так было сказано. Всем привет. Я ещё не попила. Деймикс. Привет. С днём рождения. Спасибо. Лучше к хорошим новостям. Да, лучше к хорошим новостям. Но у меня к разным новостям бывает. Так что вот так. Вот так вот. Такая вот вечеринка. Вот так вот. У тебя придется.